В этом видео мы расскажем о российском нейтринном телескопе Байкал, крупнейшей в северном полушарии нейтринной обсерватории, находящейся на дне озера Байкал. Что он делает? Телескоп предназначен для регистрации и исследования потоков нейтринно-сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые смогут исследовать процессы, происходившие во Вселенной в далеком прошлом. В частности, российский проект сможет пролить свет на тайну механизма рождения астрофизических нейтрино, которые в миллиарды раз энергичнее своих солнечных собратьев. Если не знаете, что такое нейтрино, не страшно. Мы постараемся объяснить простыми словами. Это нейтральная частица, то есть на ее движение не влияют электромагнитные поля, она практически ничем не поглощается и так далее. Следовательно, раз она не меняет траекторию своего движения, откуда летит нейтрино, там и его источник. А вот источником нейтрино может быть масса интересных вещей, таких как сверхновые звезды, черные дыры, ядра галактик и двойные звездные системы. Это делает нейтрино отличным инструментом для изучения процессов, происходящих в космосе, в конце концов, беспристрастным рассказчиком об астрономических катаклизмах. Зачем он нужен? Дело в том, что те самые астрофизические нейтрино были открыты в 2013 году, именно на подобном телескопе-детекторе IceCube, расположенном в толще льда Антарктики на Южном полюсе. Именно он зафиксировал нейтрино с энергией свыше петаэлектронвольта, а суммарно он засек более сотни астрофизических нейтрино. Однако, одного такого детектора недостаточно, необходим еще один в северном полушарии, чтобы фиксировать нейтрино со всей небесной сферы, а не только с ее половины. За эту работу и взялись российские ученые. Как он работает? Байкальский нейтриный телескоп расположен на расстоянии 3,6 километров от берега озера. Глубина там достигает 1366 метров. Однако, на подобные ухищрения российские ученые пошли не случайно. На то есть несколько причин. Во-первых, в этом районе проведены железные дороги и протянуты линии электропередач, а в 55 километрах расположен город Иркутск, крупный научно-промышленный центр. Во-вторых, вода озера пресная, оно же озеро в конце концов, а следовательно риск повреждения научного оборудования значительно меньше, чем, например, в море или океане. В-третьих, зимой Байкал покрывается красивейшим льдом. Однако, не в этом его плюс для ученых. Им важно то, что как минимум два месяца в году лед достаточно прочный, чтобы без опаски вести на нем монтажные работы. В-четвертых, на такой глубине отсутствует фоновое свечение и биолюминесценция, простыми словами, помехи для телескопа. В-пятых, огромная глубина необходима для работы телескопа вообще. Даже быстрые нейтрино с какой-то вероятностью останавливаются водой, превращаясь в мионы или ливневые каскады из астрофизических нейтрино. А те, в свою очередь, вызывают свечение воды, названное Черенковским и обнаруженное, кстати, нашими соотечественниками, Павлом Алексеевичем Черенковым и Сергеем Ивановичем Вавиловым. Сколько он стоит? На проект было потрачено около 2,5 миллиардов рублей, что на самом деле совсем немного по сравнению с российским проектом, который часто используется для сравнения стоимости, крымским мостом, на который было затрачено почти в 100 раз больше, а именно 227 миллиардов рублей. Кто им занимается? Управление телескопом осуществляет корпорация «Байкал», в которую входит в том числе Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Московский государственный университет имени Ломоносова, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Подведем итоги. Россия построила крупнейший в северном полушарии телескоп на дне глубочайшего и древнейшего в мире озера «Байкал», который позволит ответить на важнейшие вопросы астрономии. Хотелось бы посмотреть на реакцию русофобов, заявляющих, что Россия это что-то вроде Африки, только в снегу. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok